Здравствуйте! С вами Леонора Грекова, гид в Праге. Сегодня мы отправимся на север Чехии в город Литомиржице. Ну что, поехали? Север Чехии в город Литомиржице. И находимся на центральной площади города. Литомиржице был основан в 13-м столетии и когда-то назывался Порто-Богемика, что означает «ворота в Чешское королевство». Ренессансный дом у Черного Орла сохранил красивую роспись по фасаду в стиле эс-графита. В этом доме есть вход в подземелье. Притяженность городского подземелья больше 300 метров. Раньше в подземельях хранили продовольствие или прятались, например, во время пожара или войны. На площадь выходит здание-ратуши, построенное в 14-м столетии. Сейчас в нем расположен городской музей. В 16-м столетии Пан Мраз приглашает архитектора-итальянца Амброзио Вали для строительства жилого дома. Посмотрите, какая интересная чаша украшает этот дом. Ее можно назвать символом местного виноделия. В эту чашу может вместиться 30 тонн вина. Барочная чумная колонна в центре площади – это памятник тем людям, которые погибли во время эпидемии чумы. На фасадах домов, выходящих на площадь, можно увидеть изображение животных или католических святых. Это домовые знаки. В эпоху Средневековья домовые знаки заменяли привычную нам нумерацию домов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Музей марионеток. Самой старой фигурке уже больше ста лет. Замок-крепость в городе Литомержице был построен в 13 столетии. Позже сюда приедет знаменитый чешский король Карл IV и подпишет указ, по которому в окрестностях Литомержице начнут выращивать виноград, привезенный из Франции. В крепости после реставрации находится культурный центр, в котором ежегодно проводится самая большая в Чехии выставка вина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Был поставлен в 1655 году по проекту знаменитого итальянского мастера Доминика Арси. Здание собора строилось в течение четырех лет. Орган здесь появился в 1942 году, был выполнен немецкими мастерами в Дрездене. В этом городе жил чешский Пушкин. Знаменитый поэт Карл Гинок Маха. Многие чехи могут наизусть процитировать строки из его поэмы «Май». Послушайте, как прекрасно звучит. Был поздний вечер. Субтитры создавал DimaTorzok На этом наша короткая прогулка заканчивается. Если вы хотите подробнее познакомиться с городом, записывайтесь на экскурсию. Подписывайтесь на канал, будет интересно. Жду вас в Чехии. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok